Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Вопрос 1369, том 4. Разбор выступлений Амвросия Юрасова. Вопрос 212. Обязательно ли читать псалтирь над усопшим у его изголовья? Отвечает Амвросий Юрасов. Принято читать псалтирь у изголовья усопшего. Святые отцы говорят, что когда мы читаем псалтирь над усопшим в течение 40 дней, то грехи слетают с усопшей души, как осенние листья с дерева. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Не знаю, дойдут ли мои ответы до его высокопреподобия Юрасова. Примет ли он их к рассмотрению? Коснутся ли они его души? Как он отреагирует на них? Покажет ли то смирение, о котором так много толкует перед Словом Божьим? Принесет ли покаяние за то, что скрыл от людей благодать призывающую, благодать обращающую, и все узурпировал в благодать освящающую, или будет надеяться на эти осенние листья? Чем дальше читаю эти вопросы и ответы, тем более теряю надежду, что слова мои достигнут Архимандрита. Слишком многим посеял он в душе это языческое неоправославие. Слишком многих напутствовал от собственного ума, которые уже улетели, как листья осенние с этой земли. Покрытый ранами, поверженный в опрах, Лежал я при пути в томлении и в слезах, И думал про себя в тоске невразимой. О, где моя родня? Где близкий и любимый? И много мимо шло, Но что ж, никто из них не думал облегчить тяжелых ран моих. Иной бы и желал, Но вдаль его манила Житейской суеты губительная сила. Иных пугал ветран мой и тяжелый стон, Уж мной овладевал холодной смерти сон. Уж на устах моих стинания замирали, В тускнеющих глазах уж слезы застывали. Но вот пришел один, Склонился надо мной, И слезы мне оттер спасительной рукой. Он был неведом мне, Но полн святой любовью, Текущую из ран, Не погнушался кровью. Он взял меня с собой И помогал мне сам, И лил на раны мне Целительный бальзам, И голос мне сказал В душе неотразимый, Вот кто родня тебе, Кто близкий, Кто родимый. Юлия Жадовская Тяжелительная работа Кам